Так, мы уже с вами в Филадельфе выбросили. Слева виднеется центр. Короче, мне надо здесь где-то тачку скинуть. Подозреваю, что очень стрёмное место, если честно. Посмотрел, улочки очень узкие. Заезжает сам город. Даже не знаю, стоит или нет. Риен говорит, что нормально, типа давай едь. Я сомневаюсь. Думаю, запарковаться где-то так вот в парковке и доехать своим кодом лучше. Идет какая-то игра сейчас на стадионе. Куча машин. Lincoln Financial Field. Коммунда Филадельфия Иглз. Ароматный мегаполис. Друзья, сравнимый с Нью-Йорк-Сити. Очень большой город Филадельфия. Куча производств. Всего здорового. С этой стороны контейнера. Так как это портовый город. Коммунда Филадельфия. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 выгодно ее продать куда-нибудь в россию украину эти ребята мексиканцы поэтому думаю что может на мексику готовят африканцев сейчас у меня так будут забирать машинах какие-то люди работают занимается машина снял трейлер начал регулировать так что нормально хорошие места такие спокойные я бы жил бы здесь большой двор никакого забора старинные машинки стоят весь еще друзья завелась машинка оказывается здесь у меня у меня run on drive может не все порядке на уехать на них что ли едет и еще и как едет в ряд выстраивать потом заберут кто-то уже поставлю прям так за ней забарковать бензин есть кондиция не работает не опустим температурку пускай отдыхает такой удар видит небольшой вроде бы зад мелочный по сути ремонта там на пару тысяч может даже меньше машина старая а все-таки это аккурат honda будет еще ходить где-то в той же африке перед нами салончик чтобы понимали красивенький это honda аккорд европейская а в америке так но это у нас уже тойота уже аккумулятор у него дохлый сейчас попробуем оживить вес 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 в общем спереди разворота не было ребята сдаю метров наверно 500 назад задом дорога спокойно можно позволить себе такой маневр немножко кривовато сейчас сдам на трассу назад будет легче в поле нигде не развернешься потому что застрянешь единственный вариант только задом бывают такие моменты попадаются не часто практикуем свои навыки сдачи задом почему бы и нет ну что мы уже в городе ралли друзья разгрузил я у меня четыре машины было сверху отдал клиенту все заплатил по-быстрому такой черный чувачок занимается значит он битыми машинами покупает делает продает дилер он и к моему удивлению он оказывается немножко говорит по-русски так как учился в рязани в 2006 году представьте такой вот человек отучился значит в россии теперь работает в америке пользуются знания которые приобрел ну вот тем временем подъезжаем на загрузку уже забирают здесь три пикап трака идут они на джексон вилл флорида с норс каролайна смотрите как уже здесь все зелено как в июле месяце так мы на месте вот она компания называется в уэлс глобал я не знаю что она производит или какие сервисы предоставляет но для них будем перевозить машину сейчас снимаю форда и все остальные пикапы которые сейчас забираем ставим наверх заехали в центр города ралли даже железная дорога у них есть небольшой городок если я даже не ошибаюсь это наверное столица северной каролины могу ошибаться может быть это шарлок не уверен ну такой себе городок не маленький тоже что она меня через центр повело то что прямо чуть-чуть дальше центра у меня еще одна машина скидывается постоянные какие-то дорожные работы идут ну вот мы практически в центре наверное вот мы практически в центре наверное Прикольно. Булина. Виталий Античук. Такое, видите, тоже здесь есть нормальные здания, есть полуразваленные. Первый раз в этом городке и попал сразу в центр. Гряда светофоров. Еще-то людей тут тоже не видно, ребята. Видите, какие тут города американские. Не ходят люди. В воскресенье сегодня, чтобы вы понимали. Или не живут здесь люди. Не понимаешь, что за... Что тут делать вообще? Ну, вон там три человека сидит из какого-то ресторанчика. Видите? Или два даже. А все остальное просто какой-то... пустырь. Машины стоят. Так что... зелень много здесь. Такое не пустынное место. Очень даже. Дома кирпичные, бетонные. Теслы заряжаются. Сюда же парк какой-то ездят. Что наподобие Эшвилла. Мне что-то напоминает. Город Эшвилл. Слева у нас тут пара небоскребов таких. Бизнес, наверное. Центров. Ну, такое. Знаете, не знаю. Может, какие-то другие дни этот город повеселее. Все, пять минут, и мы уже выехали за пределы. Классно. South of the border. Ночевал здесь прошлый рейс. А это значит, мы заехали в Южную Каролину. О, поджимает меня. Классический аппарат. Весь в огоньках. Как рождественская елка. Красиво. Короли дорог, как их называют. Не знаю, почему не принцы, но короли. Друзья, аж так Джорджия сияет ярким солнцем этим утром понедельника. И мы с вами движемся на Тракстан. Я почти во Флориде. Разгрузка у меня сегодня в Джексон-Вилле. Но жду сначала Пермит на Флориду, потому что немножко провтыкали с Пермитом. Забыли. И теперь приходится терять чуть-чуть времени. Делать временный. Так, у нас, значит, ситуация такова. Вместе мы правильно находимся. По бумагам нужно пойти оплатить эскорт. Взять нужные документы. И нас проводят куда нужно. Чтобы заехать, здесь нужна, как я говорил, уже карта. Крикал. Нет. Так что. Будем вызывать эскорт. У нас, как я говорил, запарковаться здесь. На стороне. Короче, проторчал я часик, ребята. Взял нужные документы. Иду разворачиваться. Я нахожусь не в этом месте. Оказывается. Выяснилось. Но. Вызвали мне эскорт. Эскорт, значит, стоит не 150 долларов, а 40 долларов, оказывается. Значит, хорошо. Вот. Еду разгружать вот эти вот тундряки. Сначала нам нужно развернуться. Я вот такую штукенцию моргает, чтобы меня видел чувак. Еду за эскортом. Вест, обязательно. Закатываемся. Продолжение следует... При въезде требуют права, даже если он сопровождает, они проверяются тщательно и классно. Все, товарищи, разгрузились, приезжаем с порта, также меня выводит отсюда этот эскорт. Собираем теслочку. Включик. Погнали. Что-то я зачастил с теслами. Мир переходит на электронику, ребят. Фух, как она уходит, как она уходит, друзья, это просто crazy. Так, что я хотел, ладно, не буду тыкаться с ней долго. Загоню передом, потом посмотрю. Вот вчера примерно вот так я стал во Флориде, прямо возле лесов, видите. Мест вообще не было, ребят. Направляемся в душик с утра. Это я уже нахожусь в районе Вест Палм Бич, Флорида. Полностью разгружен. Даже одна уже у меня стоит на прицепе машинка. Сейчас заберу вторую, посмотрю, что там еще нашли мне. В общем, загружаемся в обратный путь. Сейчас подоправимся. Помоем стеклышки. А где какую пожарку из зубы? Ничего себе, груз хороший. Забираем очередную машину из дома престарелых. Вот такой дом престарелых во Флориде красивый. А вот она машина, которую я забираю. Вот такой вот кабанчик Signature. Buick. Luxury Buick, короче. Длиннющий страшный. Немножко карабки есть. Сейчас будем его грузить. Вау, какой он, конечно, громадный. Это просто. Поцарапаны, поцарапаны. Он уже голосует за Трампа. Служил в армии морским котиком. Вот. Сразу все ясно про человека. Вот такой вот буйка. Симпатичный, да? Ну, по сути, такой. Chevrolet. Бррр. Деревянный руль. Все как нравится здесь, в Америке. Колеса. Автор маркет. Машина большая и удобная. Вчера горел Матердам до Пари. Сегодня во Флориде что-то воспламенилось. Смотрите, какая слева туча стоит. Какой-то химзавод взлетел, что ли. Еще дым такой странный. Как будто взорвалось, да? Сейчас он оседает вниз. Что это такое? Непонятно. Очень сильно горит. Что-то очень сильно горит. О, мотоциклист. Обалденно. Вау. Печально. Авария. Зайкал какую-то проселочную дорогу. Здесь на No2Trucks. Но GPS идет. Говорит, иди. Пытаюсь выехать на 95-ю дорогу, на West Palm Beach. У меня там очередная машина. Сейчас на Mercedes-Benz дилерской. Мы будем забирать с вами Эрли. СЛ, кажется, СЛ. СЛ-ка. Не СЛС, а СЛ. Небольшая, вроде, машина должна быть. То, что надо. Такой частный сектор себе здесь. Флоридский. Спокойная улица. Вот такой вот красавца забираем. Mercedes SL. В белом цвете. Флоридский такой вариант. Красавчик AMG. SL55. Я думаю, что здесь 4,6 V8. Такая штучка стоит, я думаю, под соточку, если не больше. Салон такой вот красивый. 15-й год. Не сильно новый, конечно, но в прекрасном состоянии. Пару царапин. Там и здесь, под бампером особенно. Левый диск. Вернее правый. Поцарапан. Немножко. Ну, не критично. Все это пометил. Так что грузим наверх. Под Теслу его туда. Сорвались на 4 машины. Заехал забрать здесь Ford 150. Сам хозяин. Брокер мне. И его подогнал. Классный район. Здесь лошадей тренируют. Очень крутой. Вернее. Вот он мой Ford. Он говорит, самый маленький. Самый маленький. Такой кабан, короче. Обычный Ford. Здесь, конечно, в общем, тренируют лошадей. Друзья, товарищи. Ну что. Прошел денек. Второй во Флориде. Вроде бы, как набрали мы каких-то грузов. Выдвигаемся на загрузку сейчас. У нас тут. Дри машинки. Ну да. Дри машинки надо будет добавить. И выезжаем. Одна у нас в Майами. Неподалеку от Майами. Город Дорел. И две в этом городе. Что-то с грузами флоридскими сейчас вообще. Как-то стало печально. Наверное, в следующий рейс поеду в Нехас. Цены рухнули. Машин нету. Не понимаю, что происходит. Наверное, повыгребали все, что есть. Сезон еще толком не начался. А машины все повыгребали. Понимаете? И, короче, пришлось набрать то, что есть. И вылетаем из этой Флориды. Ого. На выезд стоит. Все выезжают на работу к 12 дня, я смотрю. Рабочие серьезные. Ну что, друзья. На месте. На месте. Сейчас будем грузить машинку. Прибыл я вот так вот. Заторговался. Прям, видите, на таком месте. Прям в линии. Другого здесь варианта нет. Но тут спокойно. Сейчас отсюда выйдет она и подвезет меня сюда. Мерседес. Думаю, наверх его закину. Как раз он должен залезть у меня. У меня аж три Мерседеса, ребята, в этом рейсе. Вот этот Мерсик. Вот этот вот. Я сейчас еще заберу. Такая цешечка хорошая. С-43 МГ. А как вам вот такое чудо света? Видели когда-нибудь такой лимузин? Пикап трак. Это просто зверь. Обалдеть. 450 форд, ребята, на 20. Какие тут хоть диски? 24 диски. Дизельные. Как они вот так удлинили, это нереально. Очень круто смотрится. Пикап трак. Вот куча тачек стоят для перевозки. Среди них где-то мои. Ага, вон они крайние стоят. В общем, у нас сейчас Мерс. Вот такой вот покрябаный. 16-го года. Ц-класс. И Acura TLX. Новенькая Acura. Смотрю, что она вещами забитая. Нехорошо. Надо брать с них экстра мани. Так, ключики взяли. Делаем осмотр. Что мы тут имеем. Какие машины. Вот стыдамич, как я рисую. Умятинка. Похоже на перекрашенный бампер задний. Ура. В общем так ничего, пару царапинок вроде. Марс похуже состояние, я смотрю. Пенсильванские номера. Они тоже идут, кстати, на Пенсильванию. Город Филадельфия неподалеку. Идет как СМС больше ближе к Трентону. Ближе к Трентону идет не Джерси. Аккуратит. Само Филадельфия. Ну что, они заводятся или нет? Как вам такая цешка, ребята? Мне вообще не нравится. Такое. Не очень. Не очень. Ладно. Делаем инспекцию. И грузим. И вылетаем в сторону дома. Мерседес. У нас идет первый. Задом прицеп. Дальше Абро. Две последние машинки, ребята, собираем и выдвигаемся на Пенсильвайне. Эту машину идут на Родельфию. Будем их первые сбрасывать. Кстати, удобно, когда забираешь первые, вернее последними, а скидываешь как раз первыми. То, что надо. Надеюсь, поместится она у меня, эта машина, сюда. Задом. Потому что Фордяка тут такой длинный. Да. Мало места. Ну вот это уже ближе. Подвинули еще на 10 сантиметров. Может быть сыграет нам немножко на руку. Миллиметражи, миллиметражи. Думаю, что тогда хватит с кулаками. Главное тогда оно есть. И куда играть. Мне пришлось это двинуть. Эта машина еще у меня загруженная. Не знаю, тяжелые там вещи нет, но она будет мне давить на хвост. Итак, наша карета готова отбывать в сторону Бостона. Полностью загружена. Вот две последние машины внизу мои. Еле-еле я их запихал, ребята. Смотрите, какие тут у меня расстояния. Вот тут еще так себе. Тут вообще просто узенько. Узенько очень. Возле Форда. Надо было так аккуратно ехать, тормозить, чтобы они не поцеловались. Пришлось даже отодвинуть рамку. Понимаете? Боюсь, что не было перевеса. Буду взвешиваться, заезжать, проверять. Может тяжеленький Мерсик тоже стоит сверху. Это и Акура тоже загруженная. Ну, в общем, наконец-таки отбываем. Красивый Волк. Вот красивый Волк. гор, елк тот, плот и turns. Какая энергия просласть. Оirrel, елк тот, плот и трудиться всем. Редактор субтитров А.Лок quit rehсед Holo в голове за проект. Продолжение следует...